Всем привет! Сегодня речь пойдет о регуляторе холостого хода. В принципе он одинаковый на всех автомобилях, но в данном случае речь идет о регуляторе, который устанавливается на Deo Lanos, Deo Nexia и Deo Sense. Но Deo Sense немного концевик имеет другой профиль. Вот эта вот часть, она немножечко имеет другой конус. Поэтому эти регуляторы не взаимозаменяемые, что для Deo Lanos, что для Deo Sense. Они немного разные. Этот регулятор снят с Deo Nexia 2006 года, 16-клапанный двигатель, объемом 1,5 литра. Многие думают, что данный регулятор представляет собой электромагнитный клапан. По аналогии, который устанавливался на жигулях, карбюраторных версиях, где имелось два контакта для подачи питания плюс-минус. И электромагнитный клапан при подаче питания, он втягивался. Также многие считают по этому принципу, что этот клапан работает так же. Но на самом деле, этот не электромагнитный клапан, это шаговый двигатель. Как вы видите, у него контактов в разъеме 4 контакта. Поэтому можно судить хотя бы по этому, что это уже не электромагнитный клапан, это шаговый двигатель. Также многие полагают, что при снятии он должен, для его проверки, проверять таким образом, что надавливают на этот шток и надеются, что он спрячется туда. Или давят до той степени, пока он туда не спрячется. Или наоборот вытягивает. Но это в корне неверно, так как, если шток регулятора прячется или вытягивается свободными движениями, этот регулятор неисправен. Его нужно заменить. Сейчас я вам при разборке покажу, и вы поймете, почему именно так он не должен. Также он не должен прокручиваться, этот шток. Вот я его прокручиваю, он не прокручивается, так как там... Я не знаю, будет видно, вряд ли. Так как там борозды на штоке и вырезы соответствующие под эти борозды на неподвижной части, которые мешают ему проворачиваться. Данное устройство стоит, как, где его найти? Этот регулятор, он стоит на узле дроссельной заслонки, что на 16-клапанном двигателе, что на 8-клапанном двигателе. Вы его можете найти там. Для того, чтобы снять его с 16-клапанного двигателя, необходим демонтаж всей дроссельной заслонки, так как крайне неудобно его снимать и ставить без снятия заслонки. На 8-клапанном двигателе это все гораздо проще. Откручиваются эти два винтика, которыми крепится данный регулятор и просто меняется. То есть, все банально просто. Как вы видите, я уже пытался его разобрать, так как я поставил новый регулятор. Здесь были штопорные шпильки, которые я болгаркой поспиливал для того, чтобы его разобрать. Сейчас я вам покажу его в разобранном состоянии, как он выглядит. Вот, снимаем. Там стоит демпферное кольцо, которое для подпружинивания механизма, чтобы он не болтался в кожухе. Ну и больше ничего нету, чтобы могло интересовать. Поэтому мы его пока положим здесь. Далее, как вы видите, при снятии нижней части есть четыре контакта. К этим контактам были припаяны обмотки. Ну, так как от старости они были уже разрушены. И сами провода, и место припайки их. Поэтому они оторваны. Их сейчас нет. На самом деле, здесь к этим четырем контактам идут обмотки. Два контакта на одну обмотку, два контакта на вторую. Это у нас просто защитный кожух, чтобы влага не попадала. Ну, я его уже предварительно разобрал, поэтому я вам так покажу. Не буду углубляться в монтаж. Здесь он закрывается закрывается скобами, которые я уже подгибал. И здесь место, которое замазано герметиком, откуда выходят выводы обмоток. Вот я уже разъединил обмотки, как вы видите. Разобрал нашу конструкцию. Она была собрана таким вот образом. Вот я ее разобрал. Здесь мы можем видеть... Вот если мы достанем... Вот это одна обмотка. Больше здесь ничего нет. Во второй половине нашего двигателя такая же обмотка, которая отвечает за обратное движение нашего клапана. Вот, видите, две обмотки. И также сам магнит, который приводится в действие под действием магнитного поля, создаваемого этими двумя катушками. Принцип работы шагового двигателя. Я не буду углубляться. То есть, кому интересно, может почитать. Но вкратце скажу, что работает он пошагово. Вот если этот магнит вращать, он вращается немножко с такими как бы рывками. Вот ощутимыми. При подаче на одну катушку импульса кратковременного наш магнит сдвигается на один шаг. Вот эти рывки определяют шаг, с которым будет проворачиваться наш двигатель. Если на одну обмотку мы подаем прямой импульс, на второй обратный, то у нас сила увеличивается в два раза. Сила вращения, момент вращения. И таким образом, попеременно меняя полярность на этих обмотках, двигатель движется либо в одну сторону в зависимости от начальной фазы напряжения. Если мы плюс-минус подали на одну обмотку, на вторую минус-плюс, либо же наоборот, то, естественно, двигатель будет крутиться в другую сторону. Но это так кратко. Вот. Как вы помните, конструкция наша была собрана и имела вот такой вид. Обмотки я не буду ставить. Вы видите также на штоке на штоке резьба. Я не знаю, фокус получится, не получится, но это резьба. Двигатель вращаясь, наш магнит вращаясь, так как эта часть не крутится, двигатель вращаясь, накручивает эту резьбу и тем самым двигая шток вперед или обратно. То есть, выдвигая его или задвигая, открывая этим канал холостого хода. суть работы этого регулятора в том, что когда у вас закрыта заслонка, заслонка, которая привязана к педали газа, у вас заслонка закрыта полностью и никакого воздушной смеси не поступает. Если бы не было этого регулятора, двигатель попросту бы заглох. Для того, чтобы двигатель работал на оборотах заданного холостым ходом, необходимо чуть-чуть приоткрыть эту заслонку. И в зависимости от нагрузки на двигатель, электрического оборудования, к примеру, то есть, фары, отопитель, кондиционер, нагрузка на генератор увеличивается, генератор вращается с большей нагрузкой. Двигателю нужны больше силы, чтобы его вращать. Вот вам бы, если бы не было регулятора, вам бы приходилось педалью поддерживать, чуть-чуть больше нажимать. Когда нагрузка упала, убирать ногу с педали газа. В нашем случае на всех инжекторных двигателях разных моделей, не именно DEVIL, абсолютно всех, принцип работы этого моторчика одинаковый. меняется лишь дистанция, на которой выдвигается этот шток, профиль сечения вот этого конуса и немножко внешние размеры, фланцы. Суть работы во всех двигателях абсолютно одинаковая этих регуляторов на всех моделях. в момент, когда вы не нажимаете на дроссель, на дроссель, блок управления двигателем он посылает импульсы на этот двигатель и одновременно мониторит с какой частотой вращается двигатель. И тем самым поддерживая обороты на одном уровне. Если у вас начались проблемы с оборотами, первое, на чем заметно, это когда вы подъезжаете к светофору, тормозите, либо на нейтральной передаче вы просто тормозите, у вас обороты падают. Либо вы включаете нагрузку электрическую, какие-то электроприборы в автомобиле, обороты тоже падают, потом через какое-то время останавливаются. Это первые признаки, что этот сервопривод уже перестал правильно работать. Скажу вам сразу, что никакие промывки не помогают. Я сам надеялся, думал, что разобрать. Я его глубоко весь не разбирал абсолютно. Я его просто снял и промыл средством для промывки карбюраторов. Но на самом деле ничего это не решило. так как вы видели, я вам сразу показывал здесь из-за влаги даже видно окислившийся окисел на этих контактах, которые повредили эти обмотки. Полагаю, его восстановить можно, но не вижу надобности в этом. Можно эти обмотки достать, припаять обратно и может быть будет он даже работать. его цена невелика, нет интереса этим заниматься. У меня он не работал следующим образом. Утром я заводил двигатель, были повышенные обороты около 3000 около полуминуты, пока немножко не прогреется двигатель. Но это я так думал, что это из-за того, что он прогреется. на самом деле это было не из-за того, что прогреется, а из-за того, что шток очень медленно задвигался. То есть контакт был плохой к одной обмотке. Он в одну сторону выдвигался быстро, а возвращался очень медленно. И поэтому такое возникало. Я решил на проводку, на забитость, на свечи. То есть решился вопрос замены этого регулятора и сразу все стал на свои места. Ремонту данное устройство, как вы видите, не очень подлежит. Разве что в крайней надобности можно его отремонтировать. Но вряд ли он все равно будет долго работать, так как на этом магнитике стираются шаговые дистанции. то есть вот этих вот рывочков уже как бы нету на этом приводе практически нету их уже. На новом они отчетливо слышатся, что они есть так называемые шаги. Поэтому этот двигатель называется шаговым. Вот со временем это шагозадающая механизм выходит из строя и он в общем-то не ремонтируется абсолютно. что размеры не позволяют как-то его отремонтировать. Это так вкратце. Всем спасибо за внимание. Желаю всем удачи.